27 конкурсантов из 12 учебных заведений города на протяжении нескольких дней будут бороться за звание лучших в своей номинации. Всего их будет 4. Лидер студенческого самоуправления, спортсмен года, медиа-лидер и интеллект года. В каждой из них члены жюри выберут по два победителя. Им и достанутся денежные призы в размере 11 500 рублей. И когда молодежь, когда студенты преодолевают себя и получают не только профессиональные знания, но и могут доказать, что они способны на большее, это говорит о том, что наша страна действительно сильное, мощное, умное государство. Сразу же после церемонии открытия жюри отправилась на первую площадку, где своими идеями делились участники в номинации «Интеллект года». Ольга Брилёва из строительного колледжа на суд профессионалов представила абсолютно новый современный аналог автобусной остановки. Самое интересное, что она эргономична тем, что на крыше расположены солнечные батареи, которыми питается в ночное время суток освещение остановки. Также бесплатный Wi-Fi, она теплая, специальная батарея для зимы, кондиционером для жаркого лета. Не менее интересным стал проект видеоигры, основанный на исторических событиях «Битва за Албазино». Ребята из политехнического колледжа представили действующую модель промышленного манипулятора. А вот представительница Дальгау Анна Вольская удивила всех абсолютно новой технологией приготовления десерта на основе пюре из ягод калины красной. Это наш инновационный проект на тему технологии переработки именно местного сырья ягод калины красной. Это желированный продукт, который обогащен биологически активными веществами, витаминами, макроэлементами, который говорит о своей полезности, о качестве, о вкусности и полезности. Также еще рассчитывалась себестоимость по продукту. Он будет достаточно недорогой, но опять же экологически чистый, полезный и приятный на вкусе. Буквально через несколько часов здесь же стартовал отсмотр работ в номинации «Медиа-лидер». 20 апреля в здании финансово-экономического колледжа будут состязаться активисты студенческого самоуправления. Затем в спорткомплексе «Юность» пройдет очный этап для участников номинации «Спортсмен года». Подведение итогов и чествования победителей намечены на май. Ростислав Азизов, Максим Шейкин, Первобластной.